Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 января. Я продолжаю серию видеороликов о применении фитоспорина. В предыдущих я уже рассказывала об общих свойствах, общие характеристики. Что это биофунгицид, что он безвредный, что он не боится ни минусовых, ни плюсовых температур. Можно в течение всего сезона его использовать, что он боится солнечных лучей хранить в темноте. В следующем видео я разводила, показывала вам, как я развожу, делаю маточный раствор. Потом, последующее видео было о том, как я готовлю из маточного раствора рабочий раствор для замачивания семян. И вот сейчас я буду вам рассказывать, как я обрабатываю, делаю предпосевную обработку семян вот этим рабочим раствором фитоспорина. Вот смотрите, сейчас через какое-то время, через неделю примерно, я не знаю, вот когда проклюнутся семена, я буду сеять перцы. Буду сеять перцы те, которые, как я говорила, у которых очень-очень длительный период созревания плодов. Вот которые такие кубовидные, толстостенные, такие, ну, самые-самые, 120, 130, 140 дней, которые нужно ждать. И так как они у меня вот эти все купленные в магазине, я не знаю, сколько вот из этих там 8-10 семян, сколько из этих семян зайдет, если без проклёвывания их посеять. Поэтому я буду сейчас их намачивать до проклёвывания, но перед этим, конечно, я их обработаю в растворе фитоспорина, чтобы обеззаразить. Каждую, каждый сорт, каждую пачку я высыплю в отдельный, вот в такой маленький лоточек. Это вот из-под суши, когда суши привозят, там имбирь, васаби, вот это очень удобные чашечки. Естественно, каждую я подписываю. Вот здесь у меня в одном Биг Мама, в другом Биг Папа. Тут калифорнийское чудо жёлтое, но у всех, вот внизу, есть этикетка, чтобы не перепутать. Я буду их обрабатывать между двумя ватными дисками. Это самый простейший, самый распространённый способ. Люди так замачивают, есть обрабатывают, есть замачивают до набухания, замачивают до наклёвывания. Я уже рассказывала, что до набухания мы укладываем на 1-2 часа, иногда на сутки, на ночь оставляем. До наклёвывания мы оставляем на несколько суток, ждём, когда они проклюнутся. Главное, весь этот период, если мы оставили до наклёвывания, весь-весь этот период. Должны быть ватные диски влажные. И нужно проверять ежедневно. Если температура в доме высокая, то высыхают они очень быстро. Вот смотрите, когда у меня много вот таких чашечек, я прошлогодний выбросила, к сожалению. Я в одной замачиваю, а другой крышечкой вот так закрываю. И в таком виде она лучше не высыхает. Но опять же, в таком виде оставлять нельзя, чтобы она там не, ну как сказать, чтобы немножко проветривалась. Тогда эти крышечки надо ежедневно открывать и закрывать снова, открывать и закрывать. Так же, как по принципу петунии. Мы создаём парниковый эффект, чтобы там было влажненько, но обязательно ежедневное проветривание. Сейчас мы найдём, где вот Бигмама у нас. Ой, Бигпапа это. Так, это калифорнийский желтый. К сожалению, сразу не посмотрела, в какой ячейке она. Сейчас я высыплю и покажу вам дальше. Почему, я уже рассказывала, почему именно и какие я выбираю, буду до наклёвывания. Это те семена магазинные, которые я не знаю, сколько их зайдёт. Вот видите, при первом взгляде я вижу, что возможно какие-то, которые такие вот чёрненькие, которые тонкие, может быть не взойдут. И поэтому, чтобы знать мне, сколько я получу вот с этих магазинных пачек семян, выход какой будет, я их буду до наклёвывания ждать. Вот так вот намачиваю, сверху закрываю таким же влажным диском. Так, влажную воду я всегда, ой, эту лишнюю воду я всегда сливаю. Вот, всё. Полежав, вот поместив вот на один, на два, на три, даже можно на четыре часа, вот в такие ватные диски. Семена у меня, как бы, ну и тут протравятся, слово не очень подходит. Они не то, что протравятся, но они очистятся от вредоносных. Если там на них есть какие-то вредные бактерии, что-то такое, что нам не нужно, патогенные вот эти грибные споры, они уничтожатся, уничтожаются, и в дальнейшем вот эта семечка после обработки фитоспорином, оно будет менее восприимчивое к заболеваниям. Если ещё мы посеем в такой же обработанный каким-то препаратом грунт, в чистый, в чистый от патогенных именно грибных заболеваний, мы же боимся всё вот этой фитофтороза, ещё там каких-то всяких корневых гнилей развития, всё, тогда будут растения все здоровые, ничего в этом сложного нет, вот я поместила на влажные диски, сейчас я поставлю, и буду ежедневно проверять влажность, если будет подсыхать, я буду подливать туда, подливать можно, или потом эпин, стимулятор какой-то, или просто чистую воду, всё равно, и буду заглядывать, дня через три начну смотреть, нет ли у меня проклёвышей вот здесь, как только они начнут проклёвываться, я буду высевать. Обычно такие семена приходится высевать в несколько сроков, потому что половина проклёвывается сразу, половина проклёвывается через несколько дней, какая-то часть вообще не появляется, росточка. Вот те семена, которые проклюнутся в первую очередь, это будут самые сильные, самые здоровые, их лучше взять, если мало семян, то можно взять и вторую партию, а те, которые не появятся росток, смело выбрасывайте, значит он нежизнеспособный, и закапывать его в землю и ждать ростка не стоит. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова, как вы видите, обработка фитоспорином семян перед посевом очень проста, после фитоспорина можно не промывать, можно или сразу высевать, или там последующее будет у нас, будем вот как я, в мокрой среде, во влажной среде ждать до наклёвывания. Если после марганцовки, я говорила, что нужно промывать, то фитоспорин можем смело оставлять, потому что мы его и в грунт льём, оставляем. Это полезный вот такой препарат, который приносит только пользу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok